Защитить русскую матрешку от иностранных подделок собирается Минпромторг. Для этого чиновники хотят использовать цифровую базу. В ней соберут графические образы народных промыслов. Пользоваться каталогом станут таможенники и сотрудники правоохранительных органов. Как рязанцы относятся к этому законопроекту? Считают ли они, что он необходим? Обязательно, потому что это наша исконно русская игрушка. Красивая, яркая, с колокольчиками. Полностью поддерживаю. Мы же русские. Это наше все. Рязанской все должно свое быть. Чужое нам не надо. Матрешка – это, в общем-то, японская придумка. А мы там уже потом начали делать. Ну, сейчас уже, я думаю, что да. Это уже бренд наш. Надо защитить, конечно. Это исконно русская традиция и роспись, я думаю, у нас со своей душой, со своей техникой. Все, что продается на многих рынках, оно просто очень сильно снижает ценность художественных этих матрешек. Пакет поправок в закон о народных художественных промыслах в ведомстве уже готов. Его авторы сетуют на засилие поддельных расписных подносов, шкатулок с орнаментом и пуховых платков. По их мнению, растущий объем таких товаров в обороте представляет серьезную угрозу для отрасли с большой долей ручного труда, что не позволяет использовать весь потенциал развития добросовестным производителям. Рязанцы считают, что законопроектом о народных художественных промыслах не стоит ограничиваться. Развивать, живодство и все эти исторические места, где их делают, эти настоящие вещи, которые мастеров развивать, школы развивать. Художественные. Художественные, да. Поддерживать все эти школы, платить деньги на нормальных преподавателей, содержать, а не так, как у нас это обычно делается. Мы, конечно, считаем, что все нужно поддерживать и вкладывать государственные деньги в развитие и в поддержание. В Минпромторге отмечают, что даже предприятия народных художественных промыслов, имеющие в России стопроцентную узнаваемость своей продукции, испытывают существенное давление контрафакта и снижение продаж. Законопроект должен свести оборот поддельных матрешек и полехских шкатулок к нулю. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».